Друзья мои, в своих видео я руководствуюсь всё-таки желанием дать ту информацию, которой обладаю вследствие самостоятельного проведения экспериментов над собой. Понимаете, да? Уже идёт седьмой год в моих работах, так сказать, над собственным организмом, и мне очень сложно в несколько минут вложить то, что я знаю. Поэтому Facebook, ВКонтакт, пишите. Я буду делать для каждого человека, да, я буду тема по здоровью, а здоровье это у вас болит, и вы стесняетесь об этом говорить. Вы стесняетесь работать над этим, вы стесняетесь задавать вопросы очень даже зря. Мало болит. Итак, сегодня спринцевание при резях, болях в уретре. Я специально не даю никаких названий. Трихомониаз, гонорея, ещё что-то. Всё это бред, уже непонятно, где там хламидиоз, где там уреплазма, где это самое, врачи сами скира не понимают абсолютно. Ноль. Ещё раз говорю. Это, понимаешь, суретра это к пацанам, поэтому не надейтесь. Никакие медикаменты ничего не дадут. Если есть желание взять себя в руки и заняться всё-таки этим делом, то скажу вот что. Когда-то, много лет тому назад, у меня был хороший врач, потому что каждый из нас что-то хватал там, то ли гонорея, то ли ещё что-то, это так понятно. И он не только объяснял мне, он уже давно покойник, но те процедуры, которые он делал, однако они были всё-таки, это было определённое абажирование, как я понимаю, это было заливание проторгола в уретру. И, собственно говоря, это мне хоть чуть-чуть дало, потому что нынешние врачи вообще полные, даже не валеты, а двойки какие-то во всей этой херне. И, соответственно, когда я начал заниматься собой, и у меня были очень большие проблемы, да, то я, естественно, пришёл к спринцеванию и перекисью, и содой, клизмочкой. Если вы будете задавать вопросы, я буду более говорить это самое конкретно на эти темы. Ситуация простая. Таблетками вылечить ни одно заболевание, связанное с уже поселившимися в полостях простаты, уретры, мочевого пузыря микроорганизмами, не удастся. То есть это всё, это, понимаете, нерешаемый вопрос. Столько убийств этих микроорганизмов, которые уже выстроились, которые уже поселились, а если они поселились, это уже надо конкретно воевать, как я. А вот боли будут при спринцевании. Ещё раз говорю, без спринцевания я не вылечился бы. Потому что если не делать спринцевание, то дальше это простатит, дальше это аденома простаты, дальше это уже к 70 годам, это гарантированный рак простаты. Вот и всё. Поэтому без спринцевания я бы не вылечился. Я спринцевался и перекисью, и содой, и СД-2Ф, и болиголовом. Ну вот это я делал. Задавайте вопросы. Дерзайте, друзья мои. А иначе, сами понимаете. На сегодня всё.